МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа «Республика». Об основных событиях этого дня вам расскажут наши корреспонденты и я, Ольга Пырычкина. И сегодня в выпуске. Добро пожаловать в Чувашию. В Общественной палате России состоялась презентация республики. На связи. Администрации Чебоксар провели горячую линию по вопросам ЖКХ. Кушать подано. В столице Чувашии прошел межрегиональный конкурс по компетенции ресторанный сервис. Как развивается Чувашия? Какими традициями славится республика? Сегодня об этом узнали известные общественные деятели страны. В Москве в Общественной палате России прошла презентация Чувашской республики. Там работала наша съемочная группа. Уже второй год подряд в Общественной палате России устраивают масштабные презентации регионов страны. В рамках очередного пленарного заседания свой потенциал представила Чувашская республика. Из Чебоксар в Москву приехала солидная делегация. Общественные и религиозные деятели, бизнесмены, артисты и мастера народных промыслов. В составе Чувашской делегации более ста человек. Прямо в фойе Общественной палаты гостям показали, как в старину жители сел катали валенки. Семья из Цивильска этим ремеслом владеет до сих пор. За обувью к ним приезжают и жители других регионов. Так что участники презентации воочию смогли убедиться, что самобытная культура Чувашского народа сохраняется и до наших дней. Представили на выставке и проекты, которые Чуваши еще только предстоит реализовать. В Общественной палате поддержали идеи Республиканского совета женщин. Ее члены предлагают провести целую череду фестивалей и выставок, посвященных национальным традициям. Это важные проекты общественные, касаемые воспитания детей в семье. Это проект позиционирует то, что отец должен быть мужчина, мама женщина, не родитель один и родитель два, как Европа нам навязывает эти проекты. И результатом проекта «Семья – главная в жизни человека» будет выпуск издания «Хрестоматия» для молодых и будущих родителей, как стать родителями счастливых детей. Как сейчас развивается Республика, членом Общественной палаты рассказал глава Чувашии Михаил Игнатьев. В Республике делают ставку на разработку инновационных продуктов, подъем сельского хозяйства. На новый уровень выходит и туризм. Девиз «Время отдыхать в Чувашии» становится все более актуальным. Все это помогает привлекать инвестиции в бюджет. У нас нет нефти, газа, я это хочу подчеркнуть, нет драгоценных металлов. Но в то же время самое главное наше богатство – это люди, которые все свои силы и знания отдают во имя процветания родной республики и великой нашей любимой России. Поэтому мы вкладываем инвестиции человека в развитие интеллектуального потенциала нации, инновационное развитие территории. Мы также уделяем большое внимание устойчивому развитию сельских территорий. На селе живут и трудятся около 40% жителей. За последние годы облик в сел Чувашии, качество жизни в сельской местности изменились принципиально. Наши деревни благоустроены, в них есть вся необходимая социальная инфраструктура, газ, интернет, хорошие дороги, модельные библиотеки. Это уже реалии сегодняшнего дня. В рамках федеральной программы развития села начинается строительство многофункциональных культурных центров в сельской местности. Членам общественной палаты России представили точки роста региона, рассказали о знаменитых земляках. Впрочем, некоторые на презентацию республики приехали лично. Например, космонавт Николай Бударин. Занимаясь немножко общественной работой, я член попечительского совета фонда «Служу России». Знакомство с регионами России – важный аспект в работе общественной палаты, отмечают ее члены. Ну и не могу не отметить, что мы живем в такой век все-таки высоких технологий, когда уже тяжело чем-то людей удивить. Их надо вот постоянно как-то интриговать, заинтересовывать. И мне кажется, очень интересные находки у Чуваши с точки зрения вот букв, которые с одной стороны являются собственно названием республики, а с другой стороны каждая буква сама по себе представляет стенд информативный с помощью людей, рассказывает о каком-то направлении. Это очень здорово, когда есть нестандартные решения, они привлекают внимание. Благодаря таким встречам приходит понимание, как живут в разных уголках России, какие проблемы решает гражданское сообщество и нужна ли поддержка властей. Презентация Чувашской республики завершилась встречей с уроженцами республики, которые сейчас проживают в Москве. Медрия Ковалев и Андрей Шоклев. Республика из Москвы. Жилищно-коммунальное хозяйство в России – это неиссякаемый источник проблем. Чебоксары не исключение. Сегодня в городской администрации провели горячую линию по вопросам ЖКХ о том, что волнует горожан в нашем следующем сюжете. Алло, мы вас слушаем. Эту фразу специалистам пришлось повторить больше трех десятков раз. Разрываться телефоны начали еще до начала горячей линии. Мы составили своего рода хит-парад коммунальных проблем. На первом месте оказался без предела управляющих компаний. Одна принимает решение без ведома жителей, другая в квитанциях прибавила к приватизированной квартире несколько лишних квадратных метров и, соответственно, начисляет большую сумму. А специалисты УК, которые обслуживают новые дома по улице Асламаса, оказывается, просто не знают, как учитывать в расчетах индивидуальное отопление. Почему управляющая компания не учитывает показания индивидуальных приборов с учетом в домах установленного отопления? А вы им сообщаете? Сообщаю. Вторая по популярности тема – температура воды. Я звоню по поводу горячей воды. У нас в крае горячей воды, значит, температура воды идет 32 градуса. В декабре месяце у нас вот такие перебои с водой, с горячей. Я писала несколько раз на сайте нашей управляющей компании «Сферы». Никаких воды не принимали. Потом я уже написала, значит, в ЖКХ Московского района. После ряда проверок температура воды стала соответствовать нормативу, но ненадолго. А сейчас, по словам горожанки, опять как парное молоко. Речь об одном из домов по улице Ахазова. Однако с такой же проблемой звонили жители улицы 9-й Пятилетки и района ХБК. Обязательно возьмем на заметку. Проверим, обязательно вы получите ответ. С просьбой почистить тротуары обратились жители улицы Водопроводной и поселка Ольгешево. Решить вопрос с уличным освещением просили жители микрорайона за торговым центром Лента и Эгерского бульвара. А у жильцов дома номер 3 по улице Северная для нынешней погоды проблема необычная. В их квартирах 30-ти градусная жара. У нас круглосуточно открыты форточки и балконная дверь. Дышать невозможно. До батареи дотрануться невозможно. Обязательно это заявление возьмем. Вообще по нормативам не должно быть выше 24 градусов тепла. 26-28 это очень много. Все, кто позвонил сегодня на телефон горячей линии в городадминистрацию, как правило, уже обращались в нижестоящие инстанции. Так что управление ЖКХ, транспорт, энергетики и связи администрации города Чебоксара теперь много работы. Во-первых, помочь людям. Во-вторых, разобраться, почему проблема не была решена другими инстанциями. Среди звонков, которые поступили сегодня на горячую линию, было и сообщение с улицы Ашмарина. Там жители нескольких домов вынуждены сами добывать себе воду. В прямом смысле, наша съемочная группа успела посмотреть, как они это делают. Как вы думаете, что общего между пустыней Сахара и улицей Ашмарина в городе Чебоксары? Все просто. И там, и там сейчас очень непросто набрать воды. Дело в том, что здесь стоят несколько домов в 50-х годах постройки с удобствами на улице. Здесь живут в основном пожилые люди. Единственный источник водоснабжения для практически 120 жильцов – вот эта водоразборная колонка. С наступлением зимы под ней стала нарастать наледь. Сейчас она достигла такого уровня, что невозможно поставить ведро. Пожаловалась во время горячей линии по вопросам ЖКХ одна из жительниц. Вот у нас большое скопление льда на колонке. Мы не можем набрать воду. Ведро не лезет. Водоканал говорит, мы не должны долбить. ЖКХ говорит, мы не должны долбить. И что нам делать? У вас когда предстоит снос дом по плану? В 5 лет уже сносит. Ну, таким вот образом мы ежедневно, то есть все наши соседи проводят манипуляции для того, чтобы набрать просто воды домой. Мало того, что у нас дома старые, мы и так мучаемся тут. Мерзнем, живем. Вот в горнолыжном костюме, можно сказать, дома так я и хожу. В доме-то холодно. Чтобы наполнить таким образом ведро нужно около двух минут. Везерно-хозяйственные нужды нужно 8. А до плюсовых температур на улице еще 2 месяца. Водоканал должен следить за своим хозяйством. И, наверное, еще дворовая служба. Наверное, это все-таки ЖКХ. Потому что у нас живут в доме, единственные, кто трудоспособный, это я в нашем доме. Но я же словом не выйду. И вот наши пенсионеры живут. Все, больше никого нет. Ходили, говорили, но любые заявления, они письменные, не письменные, они чаще всего оставляются без внимания. Но так мы и живем. Налить растет еще и потому, что пользуются этой водой не только жильцы. Колонка стоит у дороги. Здесь нередко моют машины. Проходящие, проезжающие машины. Все около нас. Подходим, стоит вот такой вот с машиной прямо около колонки. Допустим, это один из случаев. А это постоянно происходит. Вот у него вот такие фляги. За эту воду мы плотим. Проблему в ближайшее время обещали решить. Обязательно сейчас водоканал попросим, чтобы эту колонку полностью освободили, очистили. Это они сделают. Наша съемочная группа проследит за выполнением обещания. Впрочем, проблема эта будет возникать снова и снова. Пока не станет тепло или не найдется инстанция, которая возьмет на себя ответственность за колонку. 5-6 февраля в Москве пройдет первый этап 15-го съезда Единой России. Основной вопрос форума – назначение даты проведения общероссийского предварительного партийного голосования. Список кандидатов в депутаты Госдумы от Единой России будет формироваться именно по итогам результатов праймерис. Первый этап съезда носит рабочий характер. В нем примут участие делегаты из Чувашии, которые были выбраны на парт-конференции. Опыт у нас есть определенный, как вы помните. Это по административному центру. Мы проводили предварительные голосования, где, я считаю, показали, невзирая на всю ту критику в наш адрес, неплохие результаты. Любой желающий мог принять и принимали участие в предварительном голосовании. Неплохой процент мы показали. Основой партии являются первичные ячейки. Мы сделали акцент на поддержку и выдвижение делегатами секретарей-перевичек. Тех, кто по итогам своей работы показал положительные результаты. То есть те, кто непосредственно на местах с избирателем, с избирательностью, с людьми работает. В нашем региональном отделении 7 делегатов будут. Это все секретари-перевичек. Будет 10 площадочек на первом этапе, где все вопросы будут освещены. Эксперты будем обсуждать. Я думаю, что эта встреча будет очень полезна. Этот форум полезен всем нам. Сразу после праймерис в конце мая 2016 года пройдет второй этап съезда. В его работе примут участие главы регионов, председатели законодательных собраний, руководители фракций партии в региональных парламентах. Равняясь смирно, в столице Чувашия стартовал месячник оборона массовой патриотической спортивной работы. Каждый год в феврале по всей России проходит патриотический месячник. Зорница, орленок, военно-патриотические клубы, кадетские классы и поисковые отряды. В месячнике принимают участие более 450 юноармейцев и более полутора тысяч кадетов. Соревнования по стрельбе с пневматической и малокалиберной винтовок, морскому и военно-прикладному троеборью, конкурс социальной рекламы «Что значит быть патриотом», слет военно-патриотических объединений, клубов города, плац-концерт школьных юноармейцев, спортивно-патриотическая игра «Молодая гвардия». Всего более 30 разнообразных мероприятий военно-технической, спортивной и просветительской направленности пройдут в рамках месячника. Продлится он до 25 февраля. А подведение итогов и закрытие месячника приурочат к празднованию самого мужественного праздника – Дня защитника Отечества. Прогресс неумолим. Волна киберпреступлений и телефонных мошенничеств буквально захлёстывает республику. Если раньше под удар попадали в основном горожане, то сейчас увеличилось число жертв-мошенников в сельской местности. За прошлый год на территории Чувашии возбуждено 1160 уголовных дел. В их числе преступления, совершенные в интернет-пространстве. С помощью сотовой связи и в сфере банковских услуг. Наибольшее число зафиксировано в Чебоксарах – 754. В Новочебоксарске – 185. В Алатаре – 42. В Чебоксарском районе – 38. Новый виток получило так называемое социальное мошенничество. У нас таких фактов в прошлом году было всего 78, из которых 16 раскрыто. Это под видом социальных работников, когда приходят под видом разных госструктур, с пенсионного фонда, газовые работники, продажа различных товаров, оказания различных услуг, медицинских и так далее. Ну вот такие виды мошенничества у нас в прошлом году в основном регистрировали. Это в столице у нас в Чебоксарах, в Тивильске, в Алатаре и в городе Канаш. В текущем году зафиксировано уже 97 фактов списания денег с банковских карт граждан. Делается это в основном с помощью вирусной смс-рассылки. Потерпевшие, переходя по ссылкам, внедряют вирус в свой сотовый телефон. Он, в свою очередь, снимает со счета мобильного банка средства и перенаправляет их на счета преступников. Так, например, одна из таких потерпевших обнаружила, что с ее счета неизвестными лицами были списаны денежные средства. Однако обращение в банк положительному результату не привело. Там сослались на банковскую тайну. Суммы были списаны 7 900, то есть это какой-то был лимит, однозначно. То есть больше данной суммы они списать, видимо, не могли. То есть потеряла я в общей сложности больше 24 тысяч. Теперь я не знаю просто как мне быть. Обратившись в правоохранительные органы, то есть мне придется теперь ждать. Я сижу сейчас, получается, без средств. У меня есть кредит на обязательство перед банком. Специалисты дают советы, как обезопасить себя. Ни в коем случае не передавать личные данные о банковской карте посторонним лицам. Не передавать ее в чужие руки, даже при покупке в магазинах. По мере возможности не давать, подсмотреть кодовую комбинацию при пользовании банкоматами. И обязательно использовать в сотовом телефоне антивирусное обеспечение. Родион Архипов, Расиль Мухаммедов, Республика. Снижение печальной статистики по ряду показателей говорит о результатах грамотно спланированных и проведенных профилактических акций на дорогах Республики. Об этом говорили на пресс-конференции ГИБДД. В целом по стране в течение 2015 года количество ДТП сократилось более чем на 8,5%. На территории Республики на 16%. Число погибших составило 208 человек. Рост количества ДТП зарегистрирован в Красноармейском, Красночитайском, Маргаушском, Парецком и Канажском районах. Количество происшествий с участием детей сократилось более чем на 8,5%. Однако по-прежнему многие родители нарушают правила безопасности. В 2015 году шестеро из 12 детей погибли при управлении транспортным средством взрослыми в состоянии опьянения. В целом каждое седьмое ДТП совершено по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому своей главной задачей инспекторы безопасности дорожного движения считают разъяснительную работу со всеми участниками движения. Родион Архипов, Олег Якимов. Республика. Пропал 36-летний настоятель храма села Русский Алгаша Шумерлинского района. 26 декабря 2015 года Дмитрий Сергеевич Автономов ушел из своего дома в деревне Шадриха в неизвестном направлении. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Старший помощник, руководитель следственного управления Следственного комитета Почуваши Олег Дмитриев прокомментировал ситуацию. Решение о возбуждении уголовного дела по факту безвестного исчезновения священнослужителя принято следователями в связи с тем, что он каких-либо мыслей о том, чтобы уехать с своего постоянного места жительства своим родственникам и друзьям, не высказывал свои личные вещи и документы, он оставил дома. Учитывая также тот факт, что священнослужитель какими-либо болезнями, которые могли бы привести к его скоропостижной смерти, не страдал. Кроме того, у него не было намерений скрывать свое местонахождение от своих родственников. Это может свидетельствовать о том, что его исчезновение может носить криминальный характер. В рамках расследования уголовного дела следователями и совместно с сотрудниками органов внутренних дел будет проведен необходимый комплекс оперативно-розыскных и следственных действий для установления его местонахождения, а также обстоятельств его исчезновения. Расследование уголовного дела продолжается. Дмитрий Автономов плотного телосложения, ростом 182 сантиметра, с голубыми глазами, носит бороду. Был одет в куртку, бежевый свитер в полоску, камуфляжные брюки, зеленые босинки и черную вязаную шапку. Если вы видели пропавшего или знаете о его местонахождении, просьба позвонить по телефону 83543-21-002, 83536-268-87 или 02. Чебоксарский районный суд вынес обвинительный приговор 44-летнему жителю республики. Мужчина пытался сбыть наркотические средства в крупном размере. Уроженец Чувашии в Москве приобрел наркотическое средство – героин. При въезде в Чебоксар преступник был задержан. По версии следствия, героин был предназначен для сбыта на территории республики. В ходе судебного заседания обвиняемый пытался убедить суд в том, что изъятый наркотик для личного потребления. А факт сбыта своим знакомым старался переложить на другого человека. Друзья подсудимого из чувства ложного товарищества в суде пытались подтвердить версию выдвинутой стороной защиты. Однако суд счел его доводы неубедительными и вынес приговор – 7 лет лишения свободы. Вековой жизненный рубеж перешла жительница деревни Кармамей Канарского района. В столетний юбилей Агнии Кондратьевны Кондратьевы отмечали всей деревней на памяти жителей. Такой праздник здесь проходит впервые. Агния Кондратьевна и не припомнит, когда ее день рождения отмечали с таким размахом. Она 40 лет проработала на колхозе, занималась личным хозяйством и самостоятельно воспитывала единственного сына. И к такому вниманию не привыкла. Но одни сельчане постарались, подготовили целую программу, чтобы поздравить долгожительницу. Сейчас Агния Кондратьевна – бабушка пяти внуков и пяти правнуков. Есть кому помочь по хозяйству. Но она по-прежнему в меру своих сил следит за домом и правнуками. И даже рубит дрова. И, несмотря на возраст, продолжает радоваться жизни. Кушать с поданного в столице Чувашии прошел межрегиональный конкурс по компетенции ресторан и сервис. Кто такой официант и с чем его едят, выясняла Юлия Важенина. Впечатление о заведении производится один раз и навсегда. И не благодаря красивым шторам или цветам на столах, а качественному и профессиональному обслуживанию. На первый взгляд, что может быть сложного в профессии официанта? Принимай заказы, разноси подносы и дело в шляпе. Но не все так просто. Умение разговаривать с клиентом, правильно сервировать стол в соответствии с общепризнанными стандартами, готовить коктейли, проводить декантацию вина – это лишь маленькая часть того, что должен уметь официант. За право называться лучшим в ресторанном сервисе на этот раз боролись 15 участников. Такие конкурсы межрегиональные всегда бывают интересны чем? Это и общение, прежде всего, между коллегами, и уровень подготовки своих студентов и других студентов мы можем отследить на этом конкурсе. Таким же образом мы можем посмотреть и дальнейшее развитие подготовки студентов. Сервировка фруктовой тарелки, приготовление коктейлей, оформление стола и обслуживание клиентов – такое задание получил каждый из участников конкурса. На все про все – 6 часов. Я подумала и решила, что много чему изучают, много чему учат, и, возможно ли, когда-нибудь буду. Хочела всегда открыть свой ресторан, поэтому пришла чисто сюда, набраться опыта и узнать много чего. Мы сегодня делали коробку, скатерти складывали, также делали салфетки, 10 салфеток за 10 минут. Вот. Коктейли. Тоже за 35 минут надо было сделать 3 коктейли по 2 порции. Открыть свой ресторан мечтает и участник из Дзержинска Рустам Сафаров. Самые сложные, я думаю, были коктейли. Чтобы коктейль не остался ни в шейкере, ни в мантеле. И это было трудно. Все по граммульчикам. Казань, Ядрин, Ижевск, Дзержинск, Уфа, Нижний Новгород и, конечно, Чебоксары. География конкурса довольно обширна. Всего в нем приняли участие представители 7 регионов Приволжского федерального округа. Кстати, по итогам конкурса лучшей в своем деле стала Мария Терентьева. Студентка Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. Команда школьников «Агенты-01» из Чувашии стали лучшими в номинации «Активная дружина юных пожарных» на всероссийском конкурсе. Наши корреспонденты узнали, как удалось нашим ребятам пройти финал. Конкурсу всего два года, а свыше 2,5 тысяч школьников из 67 регионов страны боролись за звание лучших. Наша команда смогла войти в десятку финалистов. Наша команда, она, конечно, выделялась тем, что выглядела очень достойно. У них была очень красивая форма, которую в этой почвашской республике шила им. Также ребята очень были подготовлены в плане теории. Уже, несомненно, можно сказать, что наши ребята и творческие, они не рисуют, пишут стихи, поют. Развиты во всех направлениях, они выделялись, конечно же, ну и выделялись они тем, что были очень дисциплинированы. Это отметила жюри. Конкурсный отбор был строгим. Ребята должны хорошо знать все правила пожарной безопасности, уметь оказать первую помощь. А еще в интересной нестандартной форме донести главный посыл. Огонь не игрушка. Спички летом загораются леса. Если ты забыл про это, не спасут и чудеса. При пожаре агенты 0-1 точно не растеряются и смогут помочь покинуть горящее здание другим. Но все же, по признаниям девчонок, спасатель – профессия мужская. Это человек, естественно, храбрый. Это нужно каким быть, чтобы залезть в этот горячий дом и вытащить другого человека. Это правда. Нужно набраться много смелости и храбрости. Это тяжело. Я не справилась бы, мне кажется, с такой задачей. То есть тебя в будущем ты не видишь спасателем. Спасателям именно в МЧС, наверное, нет. Мне бы хотелось работать с детьми, агитировать их, чтобы они вступали в нашу дружину, работать с детьми, рассказывать им о правилах пожарной безопасности. Со своей просветительской программой ребята встречаются со школьниками, устраивают классные часы и даже участвуют в родительских собраниях. Пожарная безопасность – дело общее. С вами вместе воплотим мы свои мечты, свои мечты. Екатерина Куприна, Расиль Мухаммедов, Республика. Это Дружина года. Это все новости выпуска. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин